Здравствуйте, друзья! Многие, наверное, имеют свои дачные участки или огороды где-то за городом. И, соответственно, встает вопрос защиты молодых фруктовых деревьев. Особенности яблоны, слива, ну и другие. Почему? Защита в зимний период. А от зверя, в основном от зайцев, у нас бывает даже лоси заходят. И они очень любят лакомиться молодыми побегами, молодыми деревицами. И как защитить быстро, просто и надежно от таких вот гостей? Зайчиков, лосей и тому подобное, где у кого какие есть. Я придумал способ, которым пользуются уже три года. Сначала загораживал те деревья, которые мы только посадили, когда мы взяли этот участок. Они сейчас выросли, их уже не загородишь таким способом. А я загораживаю сварочной сеткой. Покупал сварочную сетку, делал ей ограждение участка. И часть использовал, чтобы загородить деревья. Сетка сварочная, вот такой ячейкой у меня. Размер ячейки сварочной сетки, которая у меня 50 на 50, вполне нормально, заяц не пролезет. Высота полтора метра. Я отрезаю два погонных метра этой сетки. И делаю такой цилиндр. Делать очень просто. Вот здесь немножко отломилось. Вот. То есть, откусывается проволока. Вот в одном месте, около вертикальной опоры. И вставляются такие, ну, как крючочки. Они засовываются в другую вертикальную опору и загибаются. Вот так все очень просто. Вот. Видите? Вот они, загнутые вот так. Отрубил, откусил. Не в серединке где-то, а с краю. И получается такой длинный усик. И он загибается за соседнюю вертикальную опору. И вот получается такой цилиндр. Все очень просто. Два метра. Вот здесь у меня в сене двухметровая длина. Кажется, роб меньше. Нет, на самом деле, ребята, два метра уходит только в легкую. У кого, кому надо больше диаметр делать, ну, если большие деревья, допустим, вот такие уже закрыть, это надо уже, наверное, будет метр три, а то и больше. Ну, использовать. Три погонных метра я не пробовал. Эти я уже укрывать не буду, загораживать. Что-то другое. Может быть, лапником подвяжу, ну, не знаю пока снизу ствол. Они уже выдастли. А вот эти молодые, два метра. Потом, чего, забиваю любые деревянные, можно металлические, у кого что есть, трубы какие-нибудь. Коли в землю, кувалочкой, забиваю их. Я вот с двух сторон. С этой стороны и с другой стороны. Вот. Что валялось у меня, то и забил. И потом беру, наверное, проволоку, любую. Вот у меня вот такая проволока. И пассатижами за две вертикальные перемычки беру и подтягиваю. Ну, не с дури, чтобы она не качалась, не болталась, от ветра чего-то. И вот, она вот так стоит, прочно. Упираю в землю, конечно, землю упираю снизу. И зайцы, и другие зверюги не пролазят. Вот. Мыши тоже, конечно, проблема. Мыши-то пролезут, понятно. Но мыши-то хоть обладают корову. А если эти ушастые забредут, захотят полакомиться, они съедают полностью. Они не только коровы, они молодые, съедают полностью. Все. Не то, что веточки. Все съедают, сгладывают. А ушлось тем более. Вот такой способ. Простой, нетрудоемкий. Не скажу, что он дешевый, потому что это стоит денег, сварочная. Сетка сварная. Вот. И сетки рабицы, так не получится. Ну, сетка рабица, как гармошка. Вот и сварочной, ну, сварной сетки. Вот. Вот так. Кому я помог таким советом, буду только рад. Вот я пять деревьев закрыл в этом году. Сегодня, вернее. Вот. Самые такие, которые у меня уязвимые. Самые маленькие, молоденькие. Надеюсь, что они призимуют без приключений. Спасибо. Продолжение следует...